В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен телу и слову в жизни человека, в жизни, конечно, прежде всего верующих людей. Но дело в том, что в современной европейской западной культуре, к которой относится, конечно, и Россия, христианская традиция – это одна из базовых составляющих. То есть, извините меня, люди неверующие атеисты, но когда даже неверующий человек в России думает о себе, думает о культуре, он все равно думает в градациях тела, душа, дух. И я думаю, что если что-то изменилось за последние какие-то сто лет, то, может быть, то, что на место понятия душа, которое ушло к психологам, пришло понятие слова. Для современного человека тело дополняется словом не столько человек душевный, сколько говорящий. Мы отличаемся от обезьян тем, что мы говорим. И на примере Пятидесятницы, в сущности, главный праздник христианской традиции, потому что, если бы было воскресенье, и Господь Иисус, как ракета, прямо воскресший, стартовал бы на небо, и не встретил бы учеников, как он заранее их предупреждал, то церкви бы не было, христианства бы не было, и мы бы здесь не сидели, или сидели бы с какими-нибудь оранжевыми тюрбанами. Пятидесятница, сошествие Святого Духа, то есть это создание общности людей из горстки отчаявшихся, недоумевающих апостолов. И вдруг они сливаются вместе, благодаря Духу, который описывается как огонь, как сотрясение. Но как реагируют окружающие? Они напились сладкого вина. Это ведь оценка, прежде всего, по движению тела. И мы знаем, что одно из самых быстро растущих движений в современном христианстве – пятидесятники. Почему? Потому что они так называются, во время богослужения для них очень важно, чтобы было видимо сошествие Святого Духа, чтобы оно проявлялось тоже и в движении. Иногда это заходит так, что многие смущаются, какой-то там крик, но я думаю, что по деяниям апостолов были смущены. И первые свидетели сошествия Святого Духа на апостолов очень смущены. И сегодня у нас в гостях двое людей православные, но с достаточно разных позиций. Я позвал, как экспертов, психолог и священник отец Евгений Пискарев и Владимир Кириллович Кавальджи, который одновременно и математика, в то же время литургист. Очень, на мой взгляд, интересное сочетание двух противоположных плюсов. И если можно, вот для вас, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа – это что, прежде всего, телесный опыт или словесный? Как бы вы сказали? – Очень трудно разделить эти понятия – телесный, словесный, духовный. То есть все, что относится к области слова, оно относится частично к области духа, частично к области тела. Трудно найти место этому понятию. Это слишком широкий диапазон у этого понятия. Поэтому так ставить вопрос, мне кажется, не очень корректно. – Ну, я вам как математику скажу. А давайте методом вычитания. Может быть, такое Сошествие Святого Духа, что оно не выражается в слове, а только в теле? – Может быть. Дышит и держит, хочет. Возможно. – А можно я тогда Бердяева процитирую, чтобы сразу высказать крайнюю позицию? Николай Александрович в одной из книг 30-х годов, немножечко зверев, кажется, от черносотиной эмигрантской среды, в которой он вынужден был существовать, сказал, что царство Божие, в него, конечно, идиоты войдут. Но оно создано не только для идиотов. И я боюсь, что в современной России, и, может быть, немножечко на современном Западе, христианство стало ориентироваться, прежде всего, не то чтобы на идиотов, скажу грубо, на людей. И людям предлагается, вот где-то там есть гуманитарии, словесность, культура, а мы в Царство Божие идем молча, с огнем в глазах, благостно, проникновенно, смиренно. А слова мы оставим неверующим, слова фальсифицируются, а главное – в сердце. Мне кажется, что кризис – это такой кризис слова, кризис вербальности вообще в современном мире явственное. Существует даже само отсутствие крупных поэтов или крупных философов в последние годы тоже об этом в какой-то мере говорит. И все-таки, мне кажется, надо начать с возвращения к основам, что такое христианство, потому что подавляющее большинство людей, в том числе и людей церковных, верующих, находятся в плену некой схемы – временное бренное смертное тело и бессмертная душа. Даже люди, которые каждое воскресенье ходят и поют наизусть вместе со всеми символ веры, который кончается словами «Чай о воскресенье и мертвых», на самом деле об этом не задумываются. Естественно, бессмертная душа. Противопоставление тела и души, оно рождает какую-то странную разновидность веры, которая на самом деле не христианство. Потому что, с точки зрения христианина, человек – это именно тело и душа в неразрывной совокупности, как неслитная и нераздельная природа в самом Христе. И разрыв тела и души есть кошмар, смерть, что-то неестественное, нехорошее, а человек в полноте своей только в воскресенье. Никакая бессмертная душа вне тела – это еще не человек, а некий компромисс, пока существует смерть в этом мире. Поэтому вот это противопоставление духовное и телесное, или слово и тело, разума, души и тела, оно на самом деле несущественно. Человек – это совокупность и того, и другого. Их разделять нельзя. Да, что-то главнее, что-то подчиненнее, но разделять нельзя. Иначе мы в какую-то область абстрактной веры нехристианской удаляемся. Все пронизывает, все. Отец Евгений? Нет? О чем? Пятидесятница. Смотрите, ведь, как говорит евангелист… То есть, его больше телесного или духовного? Ну, вот евангелист Лука, он как рисует? Напились сладкого вина, в смысле слишком крепкого, крепленного. Вот, но речь идет о том, значит, они дергались, были какие-то конвоксии. Ну, нигде не сказано, что дергались. Ну, а что значит напиться вина? Было особое состояние. И оно проявлялось. Возможно, оно проявлялось в координации движений. В дискоординации? Ну, в изменении координации. Возможно, оно проявлялось в изменении эмоциональной сферы, скорее всего. Ну, восторженность, может быть. Особая радость, которую трудно было удержать в себе, трудно было контролировать. И здесь как раз уже речь, вопрос идет, я думаю, о неизреченности этого состояния. Оно невыразимо. А в условии? По-видимому, в условии, да. Хотя, если можно сказать, только отчасти выразимо. Значит, есть разные уровни. И, конечно, я согласен с Владимиром о том, что есть содружество, синергия, как сейчас говорят, всегда, наверное, говорили, тело и души. Но есть еще и дух. Вообще, если вспомнить про Адама, персть, в которую вдунуто, вдохновлено жизненная сила, сила Божия, Дух Божий. Там вот, я уж точно не помню, как сказано, но есть особая, а душа, она получается как бы посредине, значит, соединение. Персти, вообще, ничтожество, тлена и духа. Мне кажется, что тут на нас наседает, прости господи, архаика. Потому что вот я совершенно сознательно хотел бы говорить не о теле и душе, а, скажем так, о слове и о жести. Для современного человека это понятнее. Современный человек, особенно в России, кстати, после 70 лет вранья и лжи, больше доверяет жесту. Потому что когда с трибуна одно... То есть эти понятия замылены, выражаясь современным мужиком. Об этом... Фальсифицированы. Замыленность и фальсифицированность вещи разные. Бывает, что замыленные слова сохраняют истинность и верность. Слишком часто употребляют. Сейчас везде все говорят о любви, любовь, любовь, любовь. Даже девальвация наступила. Как у Булгакова. И все о душе говорит. И подсовывает такой договорчик. Да. В том числе это из области психотехнологий. Уже. Этот тезис. Значит, сначала обесценить, а потом... Обесценить. Значит, ничего не стоит. Или очень дешево. Ну вот, если можно, я добавлю. Но слово духовность, пожалуй, гораздо более затасканное, чем даже любовь. Согласен. Слово духовность просто пронизывает весь мир. И у нас, и на Западе, и где угодно. Важно договориться о понятиях, если это можно. Вот именно. И мне кажется, что тенденция, одна из главных тенденций современного мира, это подмена. Подмена нетварного тварным. Что я имею в виду? В последнее время миллионы, даже миллиарды людей увлекаются духовностью в связке с понятием энергии. Энергии эти могут пониматься очень по-разному. От какого-то простого биополя до каких-то энергий более утонченных. Там теории массы, сколько угодно. Но сведение духовного к энергиям, это фактически сведение духовного к материальному. Потому что энергия это и есть материя. И материя есть энергия. Мы знаем, что когда мы спускаемся на уровень элементарных частиц, там уже непонятно, где материя, где энергия. Это и есть тварный мир. Энергия и материя. Но нам, как макросуществам, материя это то, что можно пощупать, а энергия это то, что нельзя пощупать, она воздействует. И вот тело тоже энергия. Конечно, конечно. Но вот сведение духовности к энергиям, а энергия это априори что-то материальное, это на самом деле перечеркивание духовности. А этими самыми энергиями все только и занимаются. И вот икон черпают энергию от чего угодно. А это и есть, Владимир Кириллович, не посягаете случайно на святого Григория Паламу? Наоборот. Он-то как раз имен Новый Богослов, там Григорий Палама и так далее говорили о нетварном свете. И само слово нетварный подразумевает, что это не энергия. Я говорю, что это нечто более простое, потому что, я думаю, для большинства современных православных Григорий Палама это прежде всего молчать. Молчишь, смотришь на пупок, как говорил солдат Швейк, и видишь сияние. Но все-таки основной термин того времени нетварный свет, нетварный, энергия. Энергия это тварное, такое же, как и стол со столом. Но это опять недоверие к слову, что вот написали святые отцы 50 томов, вот, а надо просто сесть, расслабиться, вот, и созерцать, потому что все слова фальсифицированы, они все лживы, и легко ошибиться. Вот слово лжет, а жест солгать не может. Когда я, вот, совершаю крестное знамение, совершаю земной поклон, вот, то это правдивее. Не правда, не правда. Нет, ну это странно. Во-первых, может быть поставлен, хорошо поставленный жест. Конечно, это лицемерие, чистой воды. Да. Все эти жесты, поклоны. Все, что угодно, может быть всем, чем угодно. Да. Не существует такой вещи, из которой нельзя сделать ложь, или идолы, или лицемерность. Ну, я буду адвокатом язычника, потому что я читал в одном сборнике, изданной Всемирным советом церквей, интересная статья жреца, такого современного него язычника, о том, она так и называлась, пощупать землю босыми ступнями. Что вот, а почему раньше в храм ходили босиком, а кое-где, как мы знаем, в некоторых традициях и по сей день разутся, вот, чтобы почувствовать почву, чтобы... А вот эта вот идея, что, входя во врата смерти, человек разоблачается, он снимает культурную одежду, расстается со словом, он немеет перед тайной смерти. Вот, он входит вот босичком, значит, чтобы познать истину, надо замолчать. Мы живем в мире, где миллиарды слов, интернет и так далее, вот, а вот босиком пройтись по лужаечке, тебе откроется истина. Ну, может быть, имеется в виду расстаться со словом, чтобы принять слово Божие. У этого конкретно жреца там богиня земли имелось в виду. Ну, честно говоря, смотри, на иконах окладом не покрываются стопы, руки и лик. — Почему? — Это по поводу стоп. Значит, есть какие-то особые... — И надписание обязано быть на иконе, иначе это не икона. — Согласен, конечно. — То самое слово. — Ну, тогда, Владимир Кириллович, вы как литургист, мне скажите, как человек, любящий и знающий богослужение. Разве богослужение... Я опять выступаю как адвокат, но не дьявол, но, во всяком случае, большинства. Разве богослужение — это не фальсификация слова? Вот то, что было вдохновением у Семёна Богослова, у апостола Павла, у евангелистов. Приходишь в православный храм, и там тебе заученная ритмика. Пономарь должен следовать традиции, безэмоционально, неокрашенно. То есть в руке... — Нет, нет, это... Простите, сразу возражу, чтобы даже это слово не звучало насчет безэмоционально, неокрашенно и так далее. Вот манера чтения на одной ноте с небольшими вариациями, или то же самое обиходное пение церковное тоже, где чаток, маленькие попевки и чаток на одной ноте. — Это не безэмоциональность. Это очистка от некой лишней эмоциональности. — От наношенности. — Прежде всего, в сторону осмысленности. Потому что если я читаю «осмысленно», то именно этих малейших вариаций одного тона мне вполне хватает для того, чтобы эту осмысленность передать. А если я хочу спрятаться за эмоциями, то начинаю, так сказать, играть голосом, с выражением, как в школе. Но когда читают с выражением, всегда на самом деле смысл-то уходит. — Почему? — Да потому что прячутся за этим выражением. — Форма убивает содержание. — Ну, форма убивает содержание, да. Это то же самое, как, я помню, моя преподавательница, учившая меня играть на пианино. Вот я играю какую-то пьеску. Она уходит на кухню и там занимается своими делами. Там лук нарезает, у нее скоро дочка придет. Она из кухни сразу говорит, я этого звука не слышу. А ведь фортепиано — это молоточковый инструмент. Ударил, и дальше кривая затухания чисто физическая. Но если я слышу этот звук, то, оказывается, и вы слышите, я его длю. А если я его ушами не продлил, то и она не слышит, и зритель не слышит, и так далее. Такие парадоксы. И поэтому, если я понимаю, что читаю, то это понимание прекрасно передается аудитории. Без лишних эмоций, там, на одной ноте я читаю. — Ну, вы сейчас абсолютно повторили, процитировали атеизм, что форма убивает содержание, религия убивает веру. — Да нет, форма есть везде. — Речь идет о соотношении. — Вся наша человеческая жизнь состоит из форм. Поэтому, опять, зачем противопоставлять эти вещи? — Потому что, я опять выступаю как адвокат большинства, потому что слово легче фальсифицируется. Нет? Отец Евгений. — Трудно сказать. Значит, вот Владимир сказал, что передается, как я понял, внутреннее состояние чтеца. — Понимание. — Хорошо, а можно чуть-чуть из другой сферы. — Идет ретрансляция. Значит, форма сама, если ретранслируется, только форма, а за этим стоит, предположим, мотивация произвести эффект. Занять какое-то место. Про звучать. Как я звучу как-то? Дьякон часто спрашивает. Я боюсь, что про пианино не все поймут. Был такой телесериал, из которого широкая часть человечества узнала про психолога Экмана, который... — Психология лжи. — Психология лжи. — Психология лжи. — Мониминя, да. — Мистер... — Лайтуми это называлось, фамилия, то есть Салгемни, Лайтман. Идея заключалась в том, что слово легче фальсифицировать. Значит, он, этот психолог, глядел на человека и говорит, о, вот у него тут мышцы лица. Они вот так, вот так. Значит, он соврал. И вспоминается свифт в Гулливер на летающем острове, где мудрецы, в соответствии с философией Локко, чтобы избежать неясности и двусмысленности, носили мешки, и когда надо было что-то сказать, достаешь из мешка предмет, например, сковородку, и показываешь собеседнику. Такая вот сатира. Это удачный ход. — Ну, принцип наглядности. — Принцип недоверия к слову. И поэтому недоверие к религии, недоверие к церкви в современном мире основывается вот на этом. — Недоверие, по сути, к ложному слову. И тогда ксерпулируется. Ну, если один человек, если вообще слова могут быть лживы, то все слова лживы и так далее. — А любое обобщение неверно. — Да. Что тоже неправда. Понимаете? — Но правда ли, что легче фальсифицировать слово? Это же более высокая стадия общения. Значит, ему легче подделаться. — Ну, в общем, да. — Не могу согласиться. — Чем более сложная система, тем легче... — Ну, моторную систему тоже работает над мимикой... — Конечно. — Лица, в частности. Ну, в актерских студиях, где особенно есть съемки крупным планом, люди имитируют то или иное состояние. — Вы еще, отец Евгений, помените лабораторию КГБ, где учат резиденции. — Ну да, есть же люди, которые обманывают даже профессиональные. — Да, да. — Маленькие, вежливые зеленые человечки. — Причем тут зеленые человечки? — Хорошо черненькие. — Важно, что это возможно. Возможно как одно, так и другое. Просто, наверное, словом собрать, лгать легче. И вообще всяк человек ложь. Любая жестикуляция, но предполагает, что она синергична со словом. Или дополняет слово. Вот я так сказал и сделал. А это что? Это попытка быть понятным. Попытка бытия, события душевного состояния, речевого аппарата. Что тоже вообще наш голос. Это же фактически тоже движение. — А можно профессиональный вопрос? — Да. — Самоубийца. Человек хочет покончить расчет с жизнью. Он может ведь взять обет молчания. Он тогда перестанет быть человеком. Он станет обезьяной, неговорящей. Но он выбирает убить свое тело. — Он выбирает уйти. Понимаете, замолчать — это подвиг. А уйти любой ценой в этом мире, в этой его ситуации, невыносимо ему. Плюс еще есть накрутка. Плюс того, что самая накрутка такая, самоусиление. И есть чувство одиночества, изолированности, некому сказать. И чувство отторжения, да иди ты со своими там, еще что-то. То есть человек остался с проблемой один. Или с людьми, которые его не слушают и не слышат, и даже не хотят слышать, даже отвергают. Вот. И к кому ему обратиться? К Богу он не обращается. Ситуация Иуда примерно так. Вот остался, по сути, один. Ну, пойти куда? К апостолам? На коленки сядь? — А я прошу прощения. Что значит обратиться к Богу тогда? Бог есть слово. Но ведь нормальный человек, нормальный неверующий человек, хотя бы выросший в верующей семье, но не имеющий опыта благодать, молитвы. Ну, родители что-то такое говорили, на телесном уровне он ходил, храм, вот, соблюдал, но это телесная оболочка, форма. И вот приходит 13-14 лет, и он жаждет любви, он становится личностью, говорящей, способной, говорит смыстательно, и момент величайшего отчаяния. А мы ему говорим, послушай Бога, и он спросит, а где, как? Вы бы что предложили? Ну, вы смотрите, с каким чувством говорим, послушай Бога? Это же манипулятор. Послушай Бога! Вот сразу хочется слушать. Как вы понимаете? Мы только вызываем реакцию протеста. Значит, если человек не слышит и не чувствовал до этого времени, а в детстве слушал, или он все время был автоматом, всеми выполнял, был марионеткой взрослых, которые водили в церковь, говорят, здесь перекрести, здесь поклонись, здесь поцелуй. А что было внутри, никто не спросил. А важно же, было ли сопереживание Христу? Было ли сопереживание тому тексту, событиям евангельским, положим, или каким-то духовным, если речь из-за библейской истории? Про православное библиотслужение, как и про любое другое, ведь говорят, что это школа, вот, это школа веры, вот. Но вспоминаем рассказы крещения Украины. Как послы князя Владимира в Турецком соборе известном стояли и не понимали, на небесах, а не на земле. Какие они доводы приводят, они не слышали содержания. Их поразила форма. То есть это тоже бессловно. Была и интонация. Волшебная сила искусства с Райконом, не помните знаменитого? Волшебная сила искусства. Снимаем волшебные силы богослужения. Да, от этого же тоже никуда не денешься. А как? У меня нет опыта подростковой и детской веры, я пришел к Богу. У меня тоже. Но я гляжу на наших детей, на детей других прихожан, и я с некоторым ужасом вижу, что действительно очень немногие люди продолжают ходить в церковь. Как ни странно, чаще у протестантов, у баптистов. Вот, хотя, казалось бы, православное богослужение влияет на все чувства, захватывает. Ну, так обычно говорится. Но оно все-таки в значительной степени одинаковое и становится скучным. Здоровая самокритика. А у баптистов сильнее элемент словесности, причем диалога. Конечно. Человек вовлекается. Я бы сказал, гипертрофированный сильнее. То есть, такой вот православный и протестантский подход – это крайности. Истина, как всегда, где-то посреди. Это что, у католиков? Нет. Как раз католики где-то на наших баррикадах. Где монологичность присутствует в большей степени. Санвона. А почему протестанты в крайность? Нет, крайность в отрицании как раз форм. Очень, так сказать, примитивная, я бы сказал, попсовая музыка, которая, так сказать, православного отталкивает чисто по эстетическим меркам. Я сейчас про богословие не говорю. Именно про форму. Очень много, так сказать, такой проповеди, в которой слишком много, ну, самолюбования, что ли. Каждый может… Ну, это я сейчас у протестантов начну сступаться. Нет, очень многие там свидетельствуют такое. Я же не говорю сейчас о более традиционных, типа, литеран. Владимир Кириллович, ну, честное слово, я заходил, скажем, в церковь, по-моему, это все-таки довольно харизматическая церковь у проспекта мира. Шведский пастор, он потом перешел в католичество, но вообще оно уже существует, многосотное. Там проповедь шла 45 минут. В другое воскресенье заходил в храм в Петровском парке. А у нас бывает часа. Отец Дмитрий Смирнов проповедовал полтора часа. И должен сказать, что по части самолюбования… Конечно, конечно. По части самолюбования, в данном случае православные дали строчку. Я имею в виду, что у неопротестантов мало обрядовой формы. Поэтому, как бы, баланс в другую сторону. А почему вы не можете признать эстрадную музыку? Мне не хочется статировать попсовые, что это все-таки тоже обряд, только другой. Ну, музыка – это же тоже язык определенный. Они там еще и поют. И не только язык, это и воздействие. Ну да, есть. С точки зрения атеиста, я вас уверяю, что отец Евгений, или вы на клиросе занимаетесь зомбированием, самое хмуреж идет без мандолина, что протестант занимается зомбированием. У одного с акустической гитарой у вас акапелла, но и то, и другое не словесное воздействие, а эмоциональное на тело. Нет, есть еще интонация. Смотри, есть мелодика, есть интонация. Это телесное воздействие, не словесное. А оно вот как раз интонация… Что такое слово? Слово – это тоже знаковая система. Изначально. Мы с вами договорились называть стол столом. А другие люди там в 4000 километрах от нас договорились называть это тейблом. Изначально это та же самая знаковая система, которая существовала и благополучно, и в музыке. А что там про интонацию? Я могу сказать, что мордая б ты был. Одно интонацию могу сказать. Конечно, можно по-доброму. Но заметьте, давайте так. Господи помилуй, что это повелительное наклонение? Формально, да. Вот, значит, просьбу от повеления, от манипуляции отличить можно только интонационно. Значит, на тексте, на письменном тексте никак. Согласны? Да-да. Но еще есть у любого языка есть своя интонационная структура. Я одно время, значит, был знаком с епископом Василием Радзянко. Вот он зашел в болтарь, а я ему показываю. И он говорит, окончание так вот наверх, наверх. То есть, такой вот акцент. Он по-русски четко говорит, а флексии так вот поднимает. На что ему обратил внимание, говорит, да, я не замечаю. Вот. Он пропитался этой манерой изложения. Манера она также вот передается. Есть церковное, да, какое-то оконье, например, с О. Ну, говор, да. Есть там какие-то акценты. Но интонация гораздо глубже акцента. Это некоторое, как раз, состояние души. Звучит красиво. Однако вспоминается Арва Перт или Пендерецкий, у которых есть переложение православных песнопений, лишенные в сущности слов. То есть, остается напевчик. Напел, как Каруза поет. И это легитимно или нет? Но тогда не оказываемся ли мы, не возвращаемся ли мы к бессловесным животным, у которых только интонация есть, а, Владимир Кириллович? Да как на клирсе, может быть, тогда слова-то упразднить? Да они уже упраздняются, если Херувимскую три часа поют. Это само собой. Но заметим, что напев без слов, почему он легитимен? Потому что один и тот же напев является шаблоном для очень разных текстов. То есть, он изначально не связан с определенным текстом. Глаз. Большинство напевов, некоторые есть, конечно, самогласные, так называемые, эксклюзивные, как шутят. Но большинство напевов, они как шаблон накладываются на разный текст. На очень разные. Ну, значит, текст для верующего значения не имеет. А можно не совсем. Не совсем. Это гораздо более сложный вопрос. Просто не надо, почему, поставлять систему славянского... А я вам еще эту самую восьмерку атеистическую подкину тогда. Потому что мы же православные люди, русские. Тексты на церковно-славянском. И многие говорят, вот и хорошо, что он непонятный. Будет понятно, будет протестантизм внутри православия. В общем, чем непонятнее, тем лучше. Ну, конечно, есть такая точка зрения. Потому что непонятность воспринимается как... Сакральность. Сакральность воспринимается как интонация. Ну, вот бывают слишком чистые музыкальные записи. Там мертвые уже. Ну, когда мы сидим в консерватории, там же масса шумов посторонних. Вот сосед чихает, что-то еще. И человек воспринимает то, что слова деформированы. Церковно-славянский – это деформация в сущности. Вот. Как подтверждение подлинности. А у протестантов нету деформации. Они, значит, у них бог гипсовый, пластмассовый. А у нас настоящий. Значит, батюшка, можно я к предыдущему абзацу вернусь к твоему? Значит, почему противопоставление слова, напевы, интонации? Речь идет как раз о синергии, содружестве. Значит, о смысленности. Эмоциональной насыщенности определенного, да, сколько-то, так сказать, благоговения. Еще есть ряд составляющих. Есть ли это? Ты говорил про другого батюшка, говоришь, самолюбование. Интересно, как ты это определил, диагноз поставил? Ну, наверное, есть. Но вот согласись, что одно дело благоговение, другое дело самолюбование. Видишь разница? Так вот, если все совершается благоговением, со страхом Божиим, это тоже транслируется. Определенным образом происходит, ну, заражение, ну, индукция. Какая разница? Вовлечение. Быть в накуренной комнате и не пропитаться невозможно. Быть в церкви, где пахнет ладаном, тоже люди пропитываются. Другое дело, что с этим делают. Как говорил Маяковский, он заговорил, как говорит, ожившее лампадное масло. Когда совершается спасение, им ангелий, с чего начинается пасхальное? Вначале было слово, и слово было Богом, слово стало плотью. Было к Богу. И слово было к Богу. Стало плотью. Господь был ребеночком, вырос, там, три десятка лет, как минимум, вот, жил. Что он говорил, науки неизвестны, это не считают нужным сообщать. Проповедовал, но все сходятся на том, что проповеди банальные. Ну, как все передовые раввины того времени, там, хинди-руси, пхай-пхай, не делайте ближнего бобо. Но спасение совершается ведь не в этих словах Иисуса, оно совершается в распятии и воскресении. Значит, есть до, что-то было до распятия. И так есть некоторый путь, некоторая последовательность. Вот. Где есть вершина распятия, воскресения, вознесения, конечно, троица. Конечно, снисхождение Святого Духа. То есть, есть некоторые ступени. Да, здесь ничего ни от чего не оторвется. В Пятидесятнице не Он говорит нам, а уже мы говорим. Даром Святого Духа, да, благодаря дарам, которые снизошли. А другое дело, мы способны принять. Ведь люди ждали, они готовились. Им было обещано. Ну, по словам, совершенно не ждали. Им было обещано. Судя по рассказу, в самом деле, стулуки, они так пришли, конечно, потому что они уже вообще в это время были в состоянии легкого умопомрачения. Воскрешение – это не совсем. Значит, это измененное состояние, выражаясь так современным языком, длилось и приумножилось. Значит, они… Первое было такое состояние, конечно, воскресение. То есть, измененное состояние – вот, все умер, значит, умер. Есть система ожидания. Что было всегда так, что было, то и будет. Нет. Возможно иное. А тут пошло возможно и это, и вознесение. А теперь еще возможно, что нам будет дар этот дан. То есть, есть система восхождения. Не только Сам Господь вознесся, но и нам даровал эту способность восходить на небо и жить духовной жизнью. Возможно иная жизнь. Вот что такое Евангелие, благовестие. Возможно иная жизнь. Внутри этой плоскости, в этом теле? Нет, при чем эта плоскость? Она вообще возможна. И в этом теле в частности. Вообще возможна. Откуда мы знаем про эти тела? Зачем ограничивать и так вот типа обесценивать? Есть напевы, есть напевчик. Это все такие штучки. Это дано нам. Как мы это примем? И в какую плоскость мы пойдем? И будет ли это плоскость? Это будет пространство? Какие это будут измерения? Это тайна. Есть еще таинственность. Есть вот наши рассуждения человеческие. Они не доходят до тайны Божьей. И вообще до тайны жизни. Важно это понять. И дать место этой тайне совершить. Вот это мне напоминает раннюю средневековую византийскую ересь аномеев. Когда в IV-V веках вошли споры, как вот сочетаются божеские и человеческие спасители, и абсолютное большинство епископов, в общем-то, были аномеи. Они говорили, не надо об этом рассуждать. Вот давайте просто не трогать эту тему. Это не поддается словесному выражению. Но мы в данном случае... Ну как, половина богослужения из этого состоит. Недоумеет всякий язык и так далее. Такие выражения, которые как раз... Анномеи, да. Но это же парадокс. То есть я говорю Богу, что я тебе ничего говорить не могу, поэтому сейчас я тебе скажу и на полчаса монолог. Что неадекватно. Это же неадекватно. Неадекватно. Тогда не лучше ли молчать? Вот как у буддистов. Сидят и молчат. И туристы восхищаются. Зачем молчат? Молчать тоже по-разному можно. Они молятся. Они медитируют, скорее всего. Они медитируют. Они общаются с Богом. Они как апостолы, словно напившись сладкого вина, начинают что-то такое говорить и шокировать людей. Вот как хорошо в тибетском каком-нибудь храме-то. И как плохо было с первыми христианами. Дух сошел, и все в шоке. Лучше бы они помолчали. Во-первых, были бы целее. И потихонечку, из уст в уста, там, на ушко сказать. А они начали при всем честном народе. По-видимому, это невозможно было удержать в себе. От избытка сердца глаголит уста. Я так понимаю. Есть другое. Кто говорит, тот не знает. Кто знает, тот не говорит. Это другая, даусийская плоскость. Но я здесь от избытка сердца это невозможно удержать. Это выше меня. Потому что оно для всех. Любой гностицизм, он на том всегда и основывался на разнице избранных и профанов. А здесь для всех. Владимир Кириллович, кто бы говорил, мы-то православные могли бы на эту тему помолчать. Потому что сейчас... Практически гностицизм огромное имеет значение в нашей жизни. Нет, это, во-первых, псевдогнистицизм и псевдоправославие. Потому что сейчас, как мы проповедуем Христа, вы вот идите, креститесь. А главное, все равно вы сейчас не поймете. Там лет через пять. Вопрос о духовном возрождении и духовном восхождении. То есть мы... Здесь нет просвещения, сюда, получается. Да просвещения, ну, не посвещение. Точнее, нет. Просвещение формально есть. Сейчас заставляют проходить курсы там. Ну, формально-то еще страннее. Ну, да, у вас. Две недели катехизации, там, что каждый день ходишь. А я вам скажу, в чем формальность. Потому что то, что отец Рябин сейчас произносил, это чистое, хорошее, качественное средневековье в современной жизни. Почему? Мистика, таинство, речи, пишем много слов. Мы себе до сих пор не представляем, сколько написали в средние века. Ведь это же издавать и издавать. А читателей все меньше и меньше. Но это монологи. Фома Аквенат, это длинный-длинный монолог. Златоуст. Три часа говорится проповедь, и никаких вопросов не задавай. Он великолепный проповедник, но это монолог. Ну, кое-что уже от радиологов было все-таки. Патоническая традиция. Скажем прямо. Григория Богослова, потому и двое слова назвали именно от слова «диалогус». Да. Двое слов. Он писал в диалоге. Цена этим диалогам, как диалогом Платона. Были там всякие диспуты и так далее, но это маленькие фрагменты. Но это же пародия. Это на самом деле я просто беру, расписываю себе слабенького противника и пинаю его ногами в этом диалоге. А современный человек, он вне церкви, на работе, компьютерщик, в магазине, в науке, он прежде всего в диалоге с творением, в эксперименте человек в диалоге с материей, в школе он в диалоге с учеником. Современная цивилизация построена на обратной связи. И когда мы говорим ему «приди к Богу», мы переводим его в совершенно другую плоскость. Плоскость, плоскость, монолога. И многие идут с удовольствием отдохнуть от жизни. Но это же эскапизм, это бегство. «Приди к Богу», «приди, пожалуйста, к Богу». Или «приди к Богу», я сказал. Да можно и ласково сказать, как это со теми Владимиров, но все равно монолог. Значит, готов и услышать. Вот что люди, ведь одним из феноменов современности, люди не слышат и не слышат. Это мы не слышим, верующие не слышим в порядке здоровья самокритики. Другими словами, чуть с другого боку. Вот меня одна православная спросила. Мне трудно читать, но таких людей много. Большинство людей не очень-то читают большие тексты. Я бы предпочла станцевать Евангелие. Это самообман, скорее всего. Ой, я думаю, что нет. А что Майя Плесецкая занималась самообманом? Она станцевала Кармен. А, Плесецкая. Ну, Кармен и Евангелие немножко разные вещи. В чем разница? То любви, это любви. Только это о дурной любви, а это о спасительной любви. Ну, это у вас просто одно слово вместо семи греческих, поэтому и то любви, и то любви. Не совсем. Я думаю, что все-таки музыка или танец – это язык в основном эмоциональный. Любые попытки сделать его вербальным, которые были, конечно, во времена Баха и так далее. Но я о музыке говорю, что то же самое. Это все равно очень ограниченный набор каких-то символов, договоров. То есть он гораздо менее развит, я не говорю примитивен, но просто на другой ступени стоит, чем наше слово уже, речь. Поэтому станцевать можно, и можно просто вот… Давайте я вам на фортепиано сыграю Евангелие, я тоже могу сказать, и очень искренне в это вложить все, что вообще всю душу вложить в это. Но эффекта будет мало, потому что это будет только эмоционально. А нужно и то, и то. Вот слово, оно и тем и хорошо, что оно в сочетании и с интонацией, и с внутренней убедительностью. Слово на бумаге, оно иногда, конечно, бывает голым, так сказать. А слово живое, оно одновременно является и танцем. Вот я сейчас руками показал, это уже танец. Это и танец, и музыка, и слово в одном флаконе. Вот та самая синергия, которая так или иначе проявляется. Может быть, она несовершенна, но тенденция соединить, интегрировать, как скажут. Да, и она естественна. Опять как адвокат Диаболу спрашиваю. А диалог, когда говорящий ждет, что я его переспрошу. Когда моя реплика для него обязательна. И я помню, была целая небольшая дискуссия на одной конференции о том, что православие не идеологично, потому что оно, в отличие от протестантского богослужения или современного католического, не предоставляет возможности для разговора священника с пастой, прихожан между собой. Особенно в России, потому что на Западе все-таки после литургии и православные соберутся, чай попьют и так далее. А в России это не принято. Ну так вот, может, не православие виноват, а сами люди. Литургию, вот она прошла, это полтора часа, и все, но общайтесь, если хотите. Люди не хотят. Вот не православие виноват, а настроение самих людей, которые не желают общаться. Почему-то в России такое настроение? Такое атомизированное общество. Нет, но это, наверное, всегда было. Мы соседи не знаем по лестничной клетке. Ну, это скорее... И то же самое происходит и в церкви. Ну, соседи по лестничной клетке, это скорее часть свободы, городской такой, чтобы не давили на психику. Но в церковь я пришел по доброй воле, я выбрал себе соседей именно вот... Церковь это скорее квартира, а не лестничная клетка. Очень не любят наши люди общаться. О, о, вот об этом и речь. Хотя любят после, если стаканчик, закусочка, на кухне, там общение идет. А вот это просто общение. Ну, да, псевдообщение, потому что оно измененное. А так общаться не любят. Как давно? Впрочем, я не был там на западе, не знаю, как там, но нас не любят. Как давно такой феномен вы наблюдаете? Значит, было ли это хорошо в древолюционной? Такие же были литургии, где-то... Нет, нет, отцы, может быть, все-таки разница не революции, древолюции. Ну, например, я просто... Ну, что писал Бердяев, скажем, вот о предреволюционных годах. Он ходил в трактир на самые трущобы-то, там, где сейчас индийское посольство в Москве, на Хитровке, где собирались, как он говорил, сектанты. То есть духоборы, баптисты, штудисты, в общем, все. И они же вели часовые разговоры. Мы открываем Мельникова-Печерского, четыре тома разговоров. Конечно. Вот. Но не все же вели разговоры. Мы открываем Чехова, и он показывает нам совершенно другие пласты российской жизни, где монолог на монологе сидит и топором погоняет. Но никто никого не слышит. И никто никого не слышит. Вопрос всегда ли, хорошо разговоры. Кажется, Иоанн Златоуст, или кто-то из отцов того времени, когда шли бурные споры, богословские, в районе Халкидонского собора, или до него, он говорит, что надоело уже на рынке, все время только спорят о лицах Святой Троицы. Это другой Василий Великий, кажется. Кажется, что споры на рынке о лицах Святой Троицы, ему немножко тоже, кажется, профанация. Самое место. О, вот-вот-вот. Вот это самое язычество в православной одежде есть. Проку эстэ профаны. Фразу приписываемая римским жрецам. Оградиться от излишнего такого вот затаскивания. Ну, если профанно начнут спорить, как говорится, один дурак может задать вопрос, на который сто мудрецов не ответят. И таких вопросов будет очень много. И тут мы просто погрязнем. Поэтому, наверное, не только у православия, а у любой традиции есть попытка какая-то немножко от этого отгородиться. Вы в инквизиции не работали? Нет, я просто пытаюсь объяснить. Вы объясняете инквизицию? Значит, запрет мирянам читать Евангелие, запрет профанам обсуждать богословие. Наверное, речь идет о культуре диалога, о качестве. Благими намерениями известно, куда и что. Хорошо, вы сказали лишнее. А как вы определите лишнее? Вот жест. Давайте все-таки вернемся к позиции жеста и слова. Жест. Ну, например, православного легко опознать, потому что очень много контактных жестов. То есть, вот, Христос в воскресе, обняться и поцеловать. Ну, поляковствовать, как говорят, старобряться. То есть, так вот, с воздушной прослойчкой соприкоснуться. Но все-таки это жест. И знак. И знак. Но не до слова. Это может быть фальсификацией жеста. То есть, люди могут ненавидеть друг друга. Могут. И в алтаре при этом нет. Хорошо. Священники в алтаре. Христос посреди нас. Есть и будет. Это что? Смотря какой алтарь. А. Вот. Значит, все в конкретном случае. Есть ли это искренность? Или это лицемерие? Я скажу, почему это вранье. Как правило. Потому что в условиях казенного православия, когда человек в алтаре стоит и боится архиерея, начальства светского, экономической катастрофы, пенсию ему не оформят, и между ним и собратом священником не Христос, а вот этот страх. И то же самое и с прихожанами. Как им сказать Христос посреди нас, если посреди нас нелитаризм, ну, трусость, жадность, похоть. Упс. Ну ладно, это всегда было. Человек, он во все времена примерно одинаков. Ну, есть какая-то синусоида, но примерно одинаков. Вот почему-то... Разве нет? Ну, может быть, синусоида. Но, знаете ли, когда вот наверху синусоида, это одно, это преподобный Сергий. А когда внизу синусоида, это Иуда. И не хотелось бы оправдывать, что между нами не Христос, а вранье и страх, тем, что вот синусоида... Нет, просто вы хотите сказать, что это какое-то местное явление, или конфессиональное. Да нет, везде люди одинаковые. Абсолютно везде. Это горьковский лукан. Все черненькие. Это цинизм. Ну, не знаю, была замечательная публикация, как лет 15 назад, жалею, что я ее не сохранил, когда, скажем, из великих людей, причем все люди именитые, 2000 лет до нашей эры, 1000 лет до нашей эры, там 500, 0, 500 и так далее. По всем эпохам с разницей в 500 лет собрано мнение о том, очень умных людей, о том, что современная молодежь дошла до ручки, дальше уже ехать некуда. Владимир Кирович, я не про молодежь, я про стариков. Нет, это замечательный пример того, что люди во все времена одинаковые. Одинаково ворчат, одинаково лицемерят, одинаково врут, одинаково любят, одинаково погибают за други. Я про стариков, про молодежь ничего не хочу говорить, но старики лицемерят. Это в каком-то смысле уникальное явление. Послушайте, как раз наиболее. Ой, да что Григорий Богослов писал о Константинопольском соборе. Какой ужас в отношении был там между епископами. Ну, это было полторы тысячи лет назад. И что? Всегда одно и то же. Так, вы меня совсем в аптисты хотите выдумать? Вот, что ж теперь? Ну, смотрите, а теперь вот все православный собор поносят. Это же спор о словах, а на самом деле это спор о целостности человеческой личности. Вот, о диалоге. Потому что хотят собора монолога. Вот заранее все подготовили, подписали, разошлись. И граница не между тем, кто экуменист, не экуменист. Вот, что за диким словом экуменизм? Какая там зараза подозревается? Я думаю, что реально люди хотят вот быть в состоянии монологичности. И телесной, и словесной. И правоты. Ну, а если монолог, то я и прав, потому что другой молчит. Кто говорит, тот и прав. Так вот, как от жизни монологической, когда мой жест и мое слово, они подразумевают, что другой связан по рукам и ногам и может только говорить аминь-аминь, как совершается исход и спасение к жизни диалогической? Это же вопрос будущего православия, будущей самой веры. Мы сейчас, хорошо, давайте про весь мир скажу, мы сейчас как церковь отстали от мира, который стремится к диалогу, а мы как каторжник с гирей на ногах средневековое моноложество было чем? Да не то, чтобы мир особо стремился к диалогу. Он разбит на монологе не хуже, чем церкви. Ну, все, Владимир Кириллович, ну, все-таки современный секулярный мир учится слушать. Об этом понятие толерантности, семинары, общение. На самом деле, каждый слушает то, что хочет. Селективно. Да. Вот, понимаете, читатель газеты «День» или как она там сейчас называется, завтра или не помню, он никогда не будет читать какую-нибудь там независимую газету. И наоборот, читатель, тот там либерал, не будет читать этих патриотов. И так далее. Каждый считает то, что хочет, а то, что ему нравится. Вот это самое отрицание Пятидесятницы есть на практике. То, что происходит в мире. Да, то есть вы на практике утверждаете, что сошествие Святого Духа это отдельный эпизод, взбулькнуло, погасло. Но тоже ведь на избранных. Не для всех. Хотя принт, та самая заквасочка. Потихоньку вскисает. Скисает или квасит тесто? Вскисает. Вскисает. Как монолог. Как мы будем заквашивать тесто? Монологически или... Ну, хорошо, два основных сценария современного христианства. Это ведь не православие и протестантизм. Наиболее адекватно. Первое христианство воспроизводит свидетели Егова и неопятидесятники, у которых жесткий пункт не вступать в диалог. Монологическое христианство. И я ответственный, как историк говорю, таковы были первые христиане. А потом они изменились. Нам какая модель поближе? Современное христианство это то, которое сядет и поговорит, как вот я упомянул, сборник Всемирного Совета Церквей, с язычником, с мусульманином, с католиком православным поговорит, с протестантом поговорит, с атеистом поговорит. Так может быть, сошествие Святого Духа это не только о том, что «У-у-у, ты стал красноречивый», а о том, что в современном мире пятидесятницы не когда ты вещаешь как-то на особый манер, а когда ты умолкаешь и слушаешь чужое слово. А как преобразиться-то? Иначе мы так и останемся в своей берлоге. Ну, все зависит от того, что внутри. Понимаешь, я могу молчать совершенно с пустотой. Я могу говорить пусто, пустой текст. Есть в моих словах Бог, есть в моем молчании Бог. От чего это зависит? От моего контакта с Богом, от моего личного. Что у меня в душе, а это невидимо. А ты будешь к внешним факторам свести. Понимаешь, да, у них были измененные движения, ну и что? А что было внутри? У них была радость. Я описываю, какие плоды от пятидесятницы, по моему мнению, глубокому, ждет от нас Бог. Этот плод диалог, открытость, извините меня, толерантность. Диалог монолога не противоречит. Есть некое маленькое зерно, ядро, монологичное, априори монологичное. Оно есть вот как свидетельство о Христе Воскресшем. Свидетельство веры. Все остальное должно быть в диалоге. Просто человек всегда на это маленькое зерно, как вот для снежной бабы этот снежный кум, накатывает очень много лишнего и пытается в монолог упихнуть буквально все. А на самом деле монологичная часть очень маленькая, это свидетельство. Самое главное, только самое ядро. А все остальное для диалога. Но человеку просто неудобно, ему хочется как можно больше чувствовать себя правым, повещать, не слушать другого, это естественно. И он просто нацепляет лишнего на монолог. Можно задать вопрос по поводу происходящего у нас? У нас диалог или монолог? Заметьте, что когда человек говорит, вот какой-то короткий, каждый, наверное, из нас, он монологичный, но следит и главное, что знает, что вот завершил мысль дать другому. Есть такая антифонность какая-то. Вот. И в этой антифонности как раз спел уступи другому. Сказал волос, жди ответ. То есть, если хочешь церковность, это некоторый образец, это некоторый эталон. А можно говорить, одни волосы, одни волосы, и все, и зачем нужны клирусы, там еще что-то. То есть, проповедь вышла, сказала, нет, дать самому быть и дать быть другому. Вот, я думаю, закон жизни. Со-бытие. Говорил отец Евгений Пискарев, психолог и священник, второй гость нашей сегодняшней программы Владимир Кириллович Кавальджи, специалист по православному благослужению. И наша программа была посвящена Пятидесятнице, Сошествию Святого Духа, слову и жесту в жизни верующего человека, который, как я понимаю, внутри, как метко сказал Владимир Кириллович, монолог, но затем распускается и преображается в состояние постоянного диалога с творением, с другими людьми и с Богом. Всего вам доброго. ввел программу Яков Кротов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...